Свою первую повесть Агизба и Мухаммедов написал в 23 года. «Не оставляй, мама» — самая многодеражная современная книга, вышедшая в республике. Произведения молодого писателя уже перевели на семь языков. Совсем скоро к ним добавится и узбекский. С автором пообщался Нормунд Скалькис. Местом встречи с нашей съемочной группой Агизба и Мухаммедов выбрал национальную библиотеку. Говорит, писатель должен быть рядом с книгами, в частности, со своими. В местных архивах хранятся произведения Агизы как на башкирском, так и на других языках. Здесь сейчас написано, а киргизский язык переведено с казахского языка. Увидели в Казахстане и с казахского на киргизский перевели. В Казахстане молодой писатель очень популярен. Его первая книга «Не оставляй, мама» стала там бестселлером. А новый молодежный театр из города Кокшетау открылся спектаклем по его повести. На встречах с юными читателями Агиза буквально разрывает ради автографа. «Не оставляй, мама» входит в школьную программу у нас в республике и в Киргизии. А в Бурятии в честь книги назвали специальный социальный проект. Много случаев бывает, когда женщины после того, как освобождаются из учреждений, детских домов, интернатов не забирают своих детей. И вот они разработали программу, чтобы детей они обязательно забрали. В той же Бурятии успешно идет спектакль по этой повести. На сцену историю Агиза перенес режиссер Элисур Казакбаев. Он же осуществлял постановку и в ваш драме. Богатую сценическую жизнь своего произведения и ее популярность среди читателей молодой писатель объясняет просто. Там поднимаются проблемы, которые присущи для всех людей. Тема материнства и детства, семьи и так далее, она всегда была интересной. Я думаю, ей будет интересно. И поэтому я стараюсь писать для всех людей. Как говорит сам писатель, после выхода книга живет своей жизнью. Скоро повесть «Не оставляй, мама» будет напечатана на узбекском языке. Сам автор только консультирует переводчика. Сейчас все мысли Агиза о новой книге. Он планирует продолжить писать для подростковой аудитории. Норманд Скалькис, Александр Соболев, Россия, культура, Башкортостан.